Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Проблема, она не только касается нашего города, но и в целом нашей страны. Самые, наверное, такие знаменитые схемы – это «Алло, мама», «Звонок из банка» и «Фишинговые ссылки». И что делать в такой ситуации? Алимбову придется платить. Никогда в жизни сотрудник милиции не будет набирать гражданину и требовать какие-то данные. Люди покупают какие-то новогодние товары в соцсетях, в частности в Инстаграме, и остаются ничем. Я вообще думала, что я никогда с этим не столкнусь. Еще не до конца наши граждане осознают вообще все вот эти моменты. Даже уже пошли на то, что делают вид, что звонят сотрудники органов внутренних дел, и тем самым пытаются запугать людей. И семье угрожают, что мы там найдем, где ты живешь. Бдительность, бдительность, еще раз бдительность. Павел Николаевич, здравствуйте. Преступление в сфере мошенничества. Как у нас обстоят дела в обрыске в этой теме? Вы знаете, это проблема. Она не только касается нашего города, но и в целом нашей страны. Количество мошенничеств не уменьшается. Мошенники, те, которые обманным путем завладевают денежными средствами, либо еще каким-то имуществом наших граждан, они не стоят на месте. Они продвигаются, работают целые колл-центры, которые занимаются ежедневно этой работой. Поэтому я бы, наверное, пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание наших граждан на то, что необходимо переходить по каким-то ссылкам непонятным, которых вы не знаете. Также производить какие-то платежи, если вы не уверены в человеке. Ну и, что немаловажно, когда набирают, представляются сотрудникам либо милиции, либо банка, и просят дать какие-то личные данные, ни в коем случае этого делать нельзя. Никогда в жизни сотрудник милиции не будет набирать гражданину и требовать какие-то данные. Этот гражданин может потребовать обратиться на 102 и уточнить, есть ли такой сотрудник, есть ли такая фамилия. И потребовать, если есть, то основания для вызова. Поэтому мы работаем, мы, если выезжаем, допустим, на адрес к гражданину, то мы предоставляем удостоверение, которое удостоверяет личность того или иного сотрудника, если он находится в гражданской форме одежды. Ну и в последующем, если где-то прибывают граждане к нам в отдел милиции, то то же самое мы как бы обязаны представиться, если сотрудник находится не в форме. Ну а бдительность наших граждан, все-таки я считаю, что нужно прислушиваться. И по телевизору на сегодняшний день выступают, и очень много мы проводим разных выступлений в коллективах на предприятиях города, в том числе и я, и мои сотрудники-заместители, поэтому эта работа ежедневно проводится. Но еще не до конца наши граждане осознают вообще вот все вот эти моменты, которые могут привести к потере денежных средств, как я говорю, либо какого-то, либо имущества. А что говорят цифры статистики? Значит, на сегодняшний день по мошенничеству у нас возбуждено 119 преступлений. Значит, мы работаем, допустим, с соседними странами, откуда приходят. Но зачастую не все страны дружелюбные, которые хотят оказать нам содействие по поимке данных мошенников, не идут навстречу. Поэтому в Беларуси, если находится лицо, которое мошенническим путем пытается завладеть имуществом, либо денежными средствами, мы, конечно, пресекаем, устанавливаем данных лиц и привлекаем их к уголовной ответственности. Но те, которые находятся за границей, к сожалению, не всегда удается их установить и возвратить имущество нашим гражданам. Самые, наверное, такие знаменитые схемы – это «Алло, мама», звонок из банка и фишинговые ссылки. Что-то, может быть, за последнее время еще появилось, на что гражданам стоит все-таки обратить внимание? Вы знаете, как бы вот то, что вы назвали, вот это «Алло, мама», уже немножко уходит в прошлое. Почему я говорю о том, что мошенники, они не стоят на месте. Они ежедневно прорабатывают какие-то новые ссылки, по которым наши граждане заходят по этой ссылке и лишаются своих денежных средств. Немаловажно сегодня даже «Велком», «А-1», значит, то же самое мошенники набирают на телефон, говорят, что это «А-1», и в последующем просят предоставить какие-либо данные. Какие-либо данные человек предоставляет, и все, что находится у него на телефоне, в общедоступном доступе для всех. Поэтому я рекомендую все-таки не переходить по каким-либо ссылкам, а где-то проверенную информацию, и только туда уже где-то ее как бы актуализировать для себя. Сейчас как раз в преддверии праздников я знаю, что много случаев есть, когда люди покупают какие-то новогодние товары в соцсетях, в частности в Инстаграме, и остаются ни с чем. Были ли такие случаи в Обруске? Совершенно верно, да, право. Я соглашусь с вами. Сейчас каждый хочет побыстрее где-то что-то приобрести, чтобы посылка дошла и тому подобное. Но преступники этим пользуются, да, и зачастую просят где-то у нашего гражданина о том, что необходимо перевести там какую-то сумму денежных средств. При этом ни товара, ни денежных средств наш человек не получает. Ну и здесь бы я на что хотел обратить внимание, у нас есть ряд случаев тоже, где люди заказывают по интернет-магазину, да, какие-то вещи, и при этом мошенники требуют перевести предоплату. Я бы хотел на это очень обратить внимание, что, ну, можно перевести 10 рублей, 20, да, не так, может, будет болезненно потерять, если даже это мошенники. Но когда зачастую люди переводят практически полную стоимость товара, то, конечно, потерять сумму гораздо труднее, наверное, человеку перенести как бы вот это, что потеряно не 20 рублей, я образно говорю, а, к примеру, там 300 рублей. Поэтому здесь, если вам уже вещь какая-то понравилась, ну, можно договориться, и еще раз говорю, чтобы перевести какую-то минимальную сумму для того, чтобы товар пришел к вам в адрес. Я даже услышала недавно, звонок поступил женщине по скайпу, и на том конце провода сидел мужчина, у него была имитация формы, правда, она российская, потом выяснилось, и даже уже пошли на то, что делают вид, что звонят сотрудники органов внутренних дел, и тем самым там пытаются запугать людей и внушить им к себе доверие. Ни в коей мере этого не нужно делать. Никогда, еще раз повторюсь, милиционер не будет набирать ни по скайпу. Если нужно набрать, мы знаем код нашего государства, где четко обозначены цифровые, потому что все, которые, звонки поступают из-за границы, там цифры и коды совсем как бы немножко другие. Поэтому здесь ни в коей мере не нужно форма, не форма, я еще раз повторяю, что можно набрать элементарно 102 и уточнить, имеется ли такой сотрудник. Если информация, допустим, сотрудник может быть там с какого-то другого, да, города, например, там, ну, мы обязательно, как бы у нас есть свои справочники, которых мы можем посмотреть и уточнить фамилию, действительно ли это сотрудник. Нам такая информация, как бы, и самим интересно, потому что, ну, если это мошенник, то мы можем отслеживать, допустим, да, где он находится и тому подобное, поэтому здесь как бы вот... То есть бдительность, бдительность, еще раз бдительность. Город Минск, Прудинская РОВД, Беспотполь. Ну, повторите, пожалуйста, еще раз, откуда вы? Прудинская РОВД, Город Минск. Хорошо. Дайм 12 проследовать. Все, что нажито, непосильным трудом. Время домушников и карманников уходит. На смену реальным ворам пришли виртуальные. В погоне за рублем аферисты не гнушаются. Для них нет чести, совести, уважения. Цель – обобрать до липки. За почти 11 месяцев текущего года на территории города Бобруска произошло 119 преступлений в сфере мошенничества. Индикатор поступков. На грязные уловки чаще всего попадаются женщины. Они более доверчивы, мнительны, уязвимы. Самый распространенный способ манипуляции с кредитными картами. В 2022-м около 60% случаев пришлось на использование реквизитов, 40% на перехват счета. Конечно, самая лакомая жертва интернет-воров – экономически активные белорусы от 18 до 64 лет. Но в печальной статистике немало случаев с пенсионерами и даже несовершеннолетними. Если работник банка видит подозрительное поведение кредитополучателя, обращается в отдел безопасности банка, после этого мы уже с клиентами проводим беседы. Методы онлайн-аферистов с каждым днем становятся все изощреннее. Я вообще думала, что я никогда с этим не столкнусь, потому что много в жизни чего пришлось, и меня ни разу нигде не обманули. Я такая достаточно не поддающаяся на какие-то провокации, какие-то там, не знаю, мошенников, никогда не попадала. А тут вот я телевизор смотрю и читаю, много где чего-то, где-то они там звонят кому-то, очень часто там пенсионеров обманывают. На крючок в свое время клюнула Наталья Голуб. Женщина пыталась оплатить услугу на странице одного из банков. Она ввела данные для входа в систему, но внести деньги не успела. С карты сразу же списалась больше тысячи рублей. Пострадавшая предприняла меры, заблокировала кредитку, написала заявление в милицию. У меня не было приложения. Я зашла через Яндекс.Поисковик на сайт банка, не обратила внимания, что там не соответствует адрес последней буковки. Надо установить в банке, сходить, попросить, чтобы или самим там как-то скачать приложение, потому что у меня его не было. И вроде как, если это делать через приложение, то тогда гораздо безопаснее осуществлять все эти платежи. Зачастую злоумышленники напрямую звонят потерпевшим и представляются работниками различных организаций. В такую ситуацию попала Бобручанка. Я сразу отказалась. Ну, они типа на сотрудника переключаем вас. Ну, там полный загруз пошел. Я только поняла это через три дня. Когда взяла на 17 тысяч ингредиентов в четырех банках. Понимаю, один банк, два банка, но не четыре. Я не думала, что в такую аферу попаду. Там даже мне присылали заявление, что типа эти деньги будут возвращены в банк, я никому ничего не должен. Найти и вернуть потерянное чаще всего нереально. Деньги уходят за рубеж, а там не теряется. Жертвы остаются у разбитого корыта с полными карманами долгов. Работают целые колл-центры из-за границы и обманывают наших доверчивых граждан. Поэтому представляют определенную сложность как расследования этих дел, так и, собственно говоря, извлечения и установления преступников. Что делать в такой ситуации? Олимпом придется платить. Вымогатели окольными путями пытаются выведать информацию о денежных средствах, картах, балансе и прочем. В ход идут манипуляции со знанием, запугивания. Для большей убедительности на том конце провода представляются правоохранителями, банковскими работниками. В тонкой психологической обработке важно, чтобы абонент не соскочил. Поэтому звонившие настаивают, ни при каких обстоятельствах нельзя ничего рассказывать третьим лицам. Как давно банк посвящали? Неделю назад. Неделю назад. Достаточный баланс сейчас припоминаете, за который могли бы переживать? Тысяча. Тысяча рублей. Сейчас нужно будет застраковать данную сумму денежных средств. Возле вас инфокиоск рядом находится. Хорошо, подъезжайте. Я сейчас буду направлять информацию на Национальный банк. Это ведущие специалисты, которые будут нести всю финансовую безопасность вместо вас. Они помогут вам застраховать данную сумму денег. Я трубочку вашей супруги. Вы являетесь третьим лицом. Я не имею права с вами вести какой-либо диалог. Вам сообщили, что ваши друзья, коллеги, в том числе родственники, являются третьими лицами. Вы бы просто сейчас нарушили законодательство, 255-я статья Уголовного кодекса Республики Беларусь. Разглашение банковской и коммерческой тайны до судебного расследования. Грязная работа. Чтобы не марать руки, мошенники используют посредников-курьеров. В специальных каналах они публикуют объявления о легких способах заработка. В телеграме нашла работу. Я сразу не понимала, что это, ну, типа, статья. Вот. Мне сказали, там будет наш знакомый человек, там надо будет просто забрать деньги и перевести их на счет. Почему они этого с вами не могли сделать, они не объяснили. Ну и потом, когда я уже пошла забирать деньги, увидела пожилого мужчину, я уже поняла, что походу там все серьезно. Ну, не будет просто так старый человек отдавать. Доверчивые люди в силу личных обстоятельств клюют на удочку и становятся соучастниками преступления. Я на телефоне была, получается, с тем человеком, который дал мне этого дедушку, получается. Я с ним разговаривала на тот момент. И дедушка тут тоже разговаривал по телефону. И нас очень сильно терпили. И там, ну, невозможно было разобраться. Ну, типа, мы вдвоем на телефонах с ним. И они такие, давайте быстрее, быстрее, быстрее. И на него давили в тот момент, когда он мне деньги передавал, и на меня давили. Там со всех сторон, там просто обычные люди, как я поняла, уже разговаривают. Там психологи сидят. Говорили, типа, вот, если ты не выполнишь свою часть условий, это уже потом, когда я приехала, мы, типа, в милицию сдадим тебя. Если, типа, там, не переведешь там или еще что-то делаешь, или сама туда пойдешь, что тебе хуже будет. Они, ну, запугивают, начинают семье угрожать, там, что мы там найдем, где ты живешь, с твоей семьей там что-нибудь сделаем. Happy end. Не всегда эти истории заканчиваются счастливым концом. Анне Ивановой, имя вымышленное, повезло. Мама двух малышей получила 4 года так называемой домашней химии. Избежать тюремного заключения помогли смягчающие обстоятельства и ходатайство прокуратуры. Ни один легкий заработок, он не может быть легальным. То есть за 5 минут ты не сможешь заработать 5 тысяч долларов, грубо говоря, без последствий. Вот у меня они, ну, не сильно серьезные на самом деле, мне просто повезло. А у другого человека он может просто, там, допустим, взять 5 тысяч долларов и уехать в тюрьму за эти 5 тысяч долларов на 11 лет. Это не стоит того. Обезопасить себя и своих близких можно. Личные данные нужно беречь, как зеницу ока. Не сохранять реквизиты на подозрительных страницах. Проверять посещаемые сайты. Ставить сложные пароли на соцсети и мессенджеры. Безусловно, защита персональных данных лежит на нашем государстве. Но необходимо, чтобы люди понимали, что когда звонят какие-то специалисты, представляются там работниками, например, комитета государственной безопасности, департаменты финансовых расследований, просто работниками милиции, просят при этом показать паспорт, рассказать свои сведения какие-то о себе, то не всегда это надо делать. Потому что, как правило, высока вероятность, что эти люди завладеют анкетными данными, паспортными данными, и это будет в дальнейшем использовано для каких-то незаконных действий. Те преступники, которые действуют на территории нашей страны, они, в общем-то, правоохранительными органами достаточно быстро и четко обезвреживаются, устанавливаются, задерживаются в отношениях, принимаются соответствующие следственные действия, ну и в конечном итоге к результату не осуждаются. Предупрежден, значит вооружен. Ежедневные атаки мошенников заставляют задуматься. Неизвестно, какие способы могут придумать киберворы завтра. Поэтому очень важно сохранять здравый рассудок при любых обстоятельствах. Мы перевернули историческую страничку, свое управление. С какими итогами подводите этот год? Наше подразделение, наше управление за 2020 год было признано лучшим в области. Какие, может быть, вопросы остаются? Над чем сейчас работаете? Не стоит торопиться, и нужно и водителю выбирать скоростной режим. Зачастую пешеходы, я говорю сама как водитель, просто гололедятся, они идут и даже не смотрят по сторонам, и не понимают, что от этого зависит их жизнь. И других людей в целом. Совершенно верно. Празднования, которые будут проходить в городе, будут на самом высшем уровне по безопасности. Это я завираю как начальник медицины. До Нового года остается совсем немного, до боя курантов. Что пожелаем сотрудникам вашего УВД? Крепкого здоровья, мирного неба, успехов во всех начинаниях. В ноябре Бобруйская милиция отметила 105-летие. Скажите, с какими итогами подводите этот год? Да, действительно, мы перевернули историческую страничку своего управления. Праздник, праздник. Я думаю, что оценили, мне как начальнику управления тяжело сказать, да, но сотрудники, я думаю, оценили и горожане, которые были приглашены на наше мероприятие. Ну, я думаю, что остались под впечатлением. Значит, что касается итогов, я скажу, что наше подразделение, наше управление за 2020 год было признано лучшим в области. И я надеюсь, надеюсь на это и уверен в своем личном составе, что мы и в этом году возьмем призовое место в нашей области. Может быть, и не только в области. Город вовсю готовится к Новому году. Развешена праздничная иллюминация, зажглась елка. Как в эти дни работает милиция? Милиция на сегодняшний день работает в усиленном варианте несения службы. Все мероприятия, которые проходят в городе, они контролируются нашими сотрудниками. Задействованы все сотрудники милиции, криминальные милиции, участковые инспекторы милиции. Поэтому празднования, которые будут проходить в городе, будут на самом высшем уровне по безопасности. Это я завираю как начальник милиции. Что касается самой площадки, главная площадка, это у нас площадь Ленина. Что не стоит с собой брать, если человек идет на массовое гуляние? Я бы рекомендовал нашим гражданам, прежде всего, не проносить с собой спиртные напитки, колющие реже себе предметы, а также пиротехнику. Нами будет уделяться этому очень пристальное внимание. В случае проноса мы будем реагировать незамедлительно. И лица, которые будут нарушать законодательство, будут привлечены к административной либо к иной ответственности. Что касается самой новогодней ночи, какие и часто ли совершаются преступления? Может быть, прошлый год вспомним. Да, есть граждане, которые злоупотребляют спиртными напитками. На почве этого происходят какие-то бытовые конфликты, какие-то выяснения отношений. Ну и, конечно же, еще раз хочу повториться о том, что пиротехнические изделия, которые люди в состоянии алкогольного опьянения пытаются где-то кого-то удивить, какими-то хлопками, выстрелами и тому подобное, зачастую приводят к таким телесным повреждениям. Поэтому, все-таки, я бы хотел, наверное, здесь сказать, что с собой нужно брать только хорошее настроение, для того, чтобы не омрачить вот эти вот празднования новогодние наших граждан. Поэтому по преступлениям разные категории есть, разные преступления как бы совершаются. Здесь конкретики как бы такой, как бы нет. Поэтому будем надеяться, что наш город все-таки, будем так говорить... Встретит праздник без происшествия. Да, встретит праздник без происшествия. И проснется после новогодней ночи с свежей головой, здоровыми мыслями. Поэтому здесь, в принципе, я вот хотел бы это пожелать нашим гражданам. Но между тем, если вдруг что, милиция будет готова отреагировать на любые... Да, да, да. Мы будем работать до последнего гражданина, который будет находиться на площади. Поэтому всех проводим, всех доставим, если в этом будет необходимость. Поэтому милиция будет до победного конца. Хорошо. Может быть, напомним топ еще каких-то главных правил. Что делать, чтобы не омрачить праздники? Ну, здесь, наверное, что делать... Или что не стоит делать, наоборот? Ну, не стоит, в принципе... Не стоит, как я сказал, что это злоупотреблять спиртными напитками. Да, новогодняя ночь, как бы у людей, у всех как бы хорошее настроение, но злоупотреблять все-таки, я считаю, что не стоит. Поэтому это первое. Второе, опять же, касаясь пиротехнических изделий, опять же, если даже повториться здесь, то есть у нас даже вот в нашем городе случай, где мальчик, подняв петарду, подняв петарду, причинил себе телесные повреждения, находился в больнице. Как бы на сегодняшний день идет речь о ампутации фаланги пальцев. Казалось бы, безобидно, да? Да, это основные моменты, это основные моменты. Ну, а все остальное, ну и, конечно, вот немаловажно, это почему я обратил внимание на колючие и рыжиеся предметы. Зачастую мы будем охранять периметр полностью, где будут отдыхать наши граждане, поэтому все, что запрещено на пронос, все, что запрещено на пронос, я рекомендую оставить дома. Поэтому, ну, как бы это основное. Какие, может быть, вопросы остаются, над чем сейчас работаете? Вопросы я скажу прежде всего, для меня, как для начальника милиции, это безопасность наших жителей, нашего города. Поэтому здесь это первоочередная задача, чтобы люди могли спокойно выходить на улицы, оставлять детей без присмотра, да, как бы знать, что они в безопасности. То же самое, дорожная безопасность. Хотел бы обратить тоже внимание, зачастую у нас граждане нашего города хладно относятся, в прямом смысле этого слова, к своему, будем так говорить, участию в дорожном движении. Зачастую переходят на красный свет светофора, не на регулируемых пешеходных переходах. Поэтому здесь все-таки темное время суток, как бы и погодные условия, и все остальное. Поэтому здесь бы я хотел на это обратить внимание, что не стоит торопиться, и нужно и водителю выбирать скоростной режим. Поэтому здесь, конечно, мы работаем над этим, и то же самое, доводим информацию, и выступления проводим. Я думаю, что не только водителям нужно быть бдительным, потому что зачастую пешеходы, да, говорю сама как водитель, просто там гололедятся, они идут и даже не смотрят по сторонам, и не понимают, что от этого зависит их жизнь и других людей в целом. Совершенно верно, совершенно верно. До Нового года остается совсем немного, до боя курантов. Что пожелаем сотрудникам вашего ВД? Ну, прежде всего, я, наверное, хотел бы поблагодарить своих сотрудников за ту проделанную работу, которую на протяжении 2020-2030 года мы вместе проводили. Пожелать крепкого здоровья, мирного неба, успехов во всех начинаниях, те мечты, которые где-то еще не сбылись, чтобы обязательно наступающем 2024-м не сбылись. Ну, и пользуясь случаем, я не только хочу сотрудникам свое поздравление адресовать, но и всем жителям нашего города. Уважаемые жители нашего города, от себя лично, от Управления внутренних дел Бобруйского госполкома, поздравляю вас с наступающим 2024-м годом, будьте всегда счастливы, улыбайтесь друг другу. Ну, а мы, в свою очередь, гарантироваем безопасность на наших улицах города Бобруйска. Спасибо большое.